Да здравствует читатель, да здравствует писатель! В Доме Дружбы Народов открылась Республиканская неделя детской и юношеской книги. По своей сути, это всероссийский праздник чтения. Его истории уходит еще в военный, 43-й год, когда дети встречались с писателями и поэтами. Причем некоторые приезжали к ребятам прямо с фронта. Главным инициатором праздника стал писатель Лев Касиль. Он же и дал ему название, книжки на именины. Каждому пришедшему ребенку дарили книгу. С этого дня стала традицией начинать весенние школьные каникулы недели детской и юношеской книги. На этот раз тема – год театра. Большая часть мероприятий, проводимых в дни весенних школьных каникул и в рамках этой недели, они будут посвящены театру, актерам и, конечно, сценическому искусству. Организаторы книжки на именин познакомили ребят с самыми разными произведениями. Здесь и чувашские сказки, и русская классика, и зарубежная литература. Конечно же, дети приучаются, приучаются правильно, красиво говорить. Они потом и сами доступно излагают свои мысли. Плюс у них очень развивается воображение. Книга с раннего возраста именно благодаря родителям может быть любима, необходима и ценна, как важный и нужный друг. Всю неделю в Доме дружбы народов юные читатели будут встречаться с писателями, посещать творческие мастер-классы и викторины, ну и, конечно, знакомиться с новыми книгами и литературными героями. Мне нравится читать книги про Советский Союз. Я читаю в свободное время. Ну, могу сказать, перечислить книгу, допустим, «Кортик». Там очень интересный сюжет про мальчика. В Советском Союзе это, в общем, можно рассказать. И о жизни рассказывают, как тогда жили. И как тогда люди говорили, какие слаймы использовали, какие были по характеру. Можно было узнать о состоянии, как они тогда жили, богато или бедно. На открытии недели книги наградили победителей шестого международного литературного конкурса «Горю поэзией огнем» и республиканского конкурса «Чтецов озаряет душу сеатр». Это учащиеся среднего и старшего звена со всех районов республики. Продолжение следует...